Археология Археология — это историческая дисциплина, которая изучает прошлое человечество по вещественным уликам каким-то или каким-то источникам. Но это по толковому словарю. Для людей, которые этой наукой занимаются вплотную каждый день, конечно, археология — это гораздо больше. Здравствуйте, вы смотрите «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня археологи самарские, которые каждый день сталкиваются с этой очень интересной наукой. Сергей Зубов и Лилия Кулакова, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, позвали мы вас сегодня не случайно в наш эфир. В скором уже будущем, буквально через пару недель, 13 сентября, приуроченным к Дню города, в Самаре пройдет День Самарской археологии. Или Самарского археолога, как верно? Нет, День Самарской археологии. Есть еще День археолога, но он проходит в августе. Это общероссийский, так сказать, праздник. А в этом году мы решили в рамках Самары попробовать проводить мероприятие раз в году, если все удачно сложится. День Самарской археологии, на котором мы могли бы показывать лучшие достижения именно местных специалистов-археологов. Вот о достижениях археологии очень интересно и хочется говорить, потому что край наш старинный, край наш интересный. И что у нас происходит? Где мы что-то ищем, раскапываем? Где мы что-то находим? Есть ли какие-то, ну, такие места, в которые вот точно можно отправлять какую-то экспедицию, да, в нашем крае и с уверенностью говорить, что там, да, что-нибудь мы найдем? Ну, таких мест очень много у нас в Самарской области. Я сейчас вот на память не помню, конечно, сколько у нас на официально числится археологических объектов на охране. Около двух тысяч. Ну, да. Это в области? Да, в области, да. И каждый год мы, в общем-то, проводим разведки и находим вот новые такие объекты археологические. Сергей, где были последний раз? О чем вот хочется вот самое такое животрепещущее рассказать из последнего? Ну, этим летом у нас были две яркие археологические экспедиции. Первая была на Самарской луке. Мы копали, раскапывали могильник хазарского времени, то есть это восьмого века. Очень интересное захоронение обнаружили молодой мужчина с колчаном из стрел и саблей прекрасной сохранности. Вот такие вот уникальные, можно сказать, для Восточной Европы находки, потому что таких сабель их по пальцам можно пересчитать, и в Поволжье их всего шесть, вернее, это шестая сабля. И вот яркий такой памятник на Самарской луке. Мы копаем там давно уже. Очень интересно. А вторая экспедиция у нас была в Башкирии. У нас существует такой финогорский отряд средневорско-археологической экспедиции. Мы там тоже копаем уже больше десяти лет и изучаем археологический комплекс рубежа эр, то есть время Иисуса Христа. Это финно-угорские народы жили на территории современной Башкирии и Татарстана. Мы прямо на границе работаем, на реке Сюнь. Очень интересно как раз разница в два часа с одной и с другой стороны, поэтому у нас там маленький мостик, мы его называем мост длиной в два часа. То есть вот эта разница времени, да, она очень интересна. Ну, особенно для местных жителей, которые опаздывают в магазин или наоборот торопятся закупить что-то. Куда отдаёте, вот куда-то, где хранятся вот эти артефакты, которые удаётся найти? Ну, вообще все находки мы обязаны сдавать в музеи. Не обидно? Ну, почему не обидно? Мы, собственно, работаем ради этого, для того, чтобы наиболее интересные находки показывать людям. Да, мы же не для себя работаем, всё-таки для людей тоже. Слушайте, ну вот понятно, что вы там профессионалы своего дела, и вы сразу понимаете, да, что вот этот какой-то артефакт найденный или найденная вещь, да, допустим, скажем, что это действительно артефакт какой-то или это, ну, болванка, да, так условно её назовём. А нам вот простым людям, как, вот я что-нибудь раз вот и найду. Вот как я должна понять, что это действительно стоящая какая-то интересная вещь, которую надо, например, к вам принести и показать, сказать, в отличное нашла? Приходите в университет, в Кривейческий музей, в музей пединститута, показывайте, вам профессионалы объяснят. Потому что, ну, собственно, археологов, так же, как и журналистов, их обучают в УЗИ, да, они не становятся просто вот так вот раз в одночасье. И нет таких рецептов, чтобы сказать, ну вот если вы посмотрите на эту вещь, вот такую вот закорючку видите, то это вот такое-то время, это археологический экспонат, достойный там какого-то самого лучшего музея нашей страны. Нет, конечно, это надо, ну, прочитать достаточно много книг, надо закончить исторический факультет, ну, много всего. А бывают случаи, да, что кто-то что-то приносит, вот просто люди с улицы? Бывают. Чаще всего, конечно, с этим сталкиваются сотрудники музея, потому что, ну, они и больше вот с населением работают именно вот в плане приема находок. И люди туда обращаются чаще, потому что многие, например, могут не знать, что там есть археологические организации в Госуниверситете, есть там археологическая организация там в Поволжской социально-гуманитарной академии. Про музеи знают все. Вот. Поэтому, естественно, туда обращаются чаще. Вот. Ну, да, бывает обращаются. Хотя, честно говоря, по сравнению, скажем так, с 70-ми годами открытость населения стала меньше. Все боятся. Все боятся, что к ним придут археологи и на их участки начнут копать. Вот. Все боятся, что у них там, не дай бог, отнимут этот участок, потому что там нашли какую-то древность. Ну, в общем, такие страхи, они беспочвены. Естественно, никого там с их земельных участков сгонять не будут. Частные территории. Вот. Да, частные территории, частная территория. И сейчас вот эти частные территории нам в какой-то степени, наоборот, нам осложняют жизнь. Жизнь, потому что мы туда не можем зайти без разрешения хозяина. Вот. Но, тем не менее, такие опасения очень устойчивые. И они вот... У меня просто был конкретно случай, когда ко мне обращались и говорили, что вот при копике колодца нашли какие-то очень необычные кости. Очень крупные и очень глубоко. И вряд ли это были кости скота-могильника. Но, как я не уговаривала, меня... Мне даже не сказали, где этот участок находится. То есть меня туда не пустили, чтобы посмотреть конкретно, что это за кости. Действительно, необычайно глубоко захороненная там корова, да, или что-то более древнее, более интересное. Ну, у нас есть, к счастью, не частные территории, как, например, Хлебная площадь, на которой не так давно было, да, кое-что интересное обнаружено. У нас есть сюжет об этом. Давайте его посмотрим и, конечно, обсудим. Фрагмент старой крепости самарские археологи нашли в 2013 году. Исследователи сразу сделали предположение. Возможно, это часть крепости времен правления Петра Первого. Ранее о ней было известно только по историческим документам. Исследователи предполагают, найденные деревянные сооружения, либо часть оборонительных, либо укрепительных конструкций. Чтобы определить точный возраст постройки, образцы дерева отправили на экспертизу в Санкт-Петербург. Анализ показал, постройка сделана в конце 17 века. На месте раскопок нашли много уникальных артефактов. Посуду, личные вещи, которые также указывают на возраст крепости. Действительно, очень мало археологического материала. Но на такой площади, на такой площади, собственно, ну как, трудно было что-то другого. Ожидать от такого вот более массового. Из индивидуальных находок, ну самое интересное, конечно, курительные солдатские трубки, которые использовались и в 18-м, и в 19-м веке. Сейчас раскопки временно прекращены, но археологи горят желанием их продолжить. А площадь работ значительно расширить. Уникальной находкой может стать для Самары новой достопримечательностью. Этот объект, который действительно является потенциальным и туристическим объектом, и очень важным объектом для истории города. То, что он находился на территории Самарской крепости 1776 года, это тоже совершенно однозначно не вызывает никакого сомнения. То, что по мере возможности его необходимо музефицировать и создать там какой-то музейный комплекс, это тоже, в общем-то, общее мнение научного сообщества. Архитекторы уже разработали возможный вариант музея на Хлебной площади, где можно будет познакомиться с находками археологов и посмотреть на деревянную крепость. На совещании решено создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом. Областные и городские власти идею научного сообщества поддерживают, но она требует тщательной проработки. То, что касается музея, то действительно, наверное, нужно создавать рабочую группу, создавать конкурсную комиссию, смотреть, как это все реализовать, насколько это хорошо впишется в ансамбль Хлебной площади действительно. Чтобы продолжить раскопки, потребуются большие средства. Часть планируют получить из федерального бюджета, часть от спонсоров. В ближайшее время участники рабочей группы представят план необходимых работ на месте раскопок. Давайте договоримся, что в течение двух месяцев вы подготовите нам предложение поэтапное, что нужно делать для того, чтобы сохранить итоги этих раскопок, какое финансирование потребуется. Возобновить раскопки старинной крепости планируют в 2016 году. Сергей, ну так что, была ли создана вот эта бумага с рекомендациями, что в дальнейшем нужно делать? Вот как сейчас с этим уникальным объектом обстоят дела? Ну, собственно, бумага создана. Предложения, которые просил Олег Борисович, они подготовлены. Они переданы и ему в приемную, и главному архитектору Самарцеву Алексею Евгеньевичу, и главе Самарского района Хритонову Максиму Николаевичу. Сейчас эти бумаги на изучение. Естественно, очень большой пакет, получился более 50 страниц, такая объемная папка. И я думаю, что в скорейшем будущем мы все-таки приступим к раскопкам на Хлебной площади. Ну вот расскажите поподробнее об этом месте, на Хлебной площади, потому что все его знают, все как бы, ну это достаточно известное место в городе, про Хлебную площадь знают все, и, конечно, я думаю, у большинства людей положительная реакция была бы, если бы был такой археологический участок на Хлебной площади. Что это? Что это за крепость? И вот мы слышали сейчас, что это вроде как 17 век, да, вот как-то удалось понять, чье это? Это дом чей-то был или что это? Что это такое? Ну, вы знаете, в 1703 году в Самаре случился очень большой сильный пожар. Я уж так без долгой предыстории. И старая крепость, которую еще строил князь Григорий Засекин, которая перестраивалась, конечно, надстраивалась, расширялась, но она сгорела практически дотла. Вот. Но причем это же время, вот эта Петровская эпоха, когда уже начали проводиться военные реформы, и не только в войсках, не только в артиллерии, там, или в кавалерии, но и в фортификационном деле тоже произошла такая вот смена, поворот на другие новые достижения фортификационного искусства. И, ну, собственно, вот этот случай, такой вот страшный случай с большим пожаром, когда больше половины Самары выгорело, положил начало строительству новой крепости. Но новые крепости уже в других традициях. Вот это больше такие западные традиции, немецкие, французские. Вот это основа таких крепостей – это земляные валы. Ну, собственно, зачем были нужны деревянные стены, когда они пробивались ядрами из пушек. А земляной вал высокий, очень широкий, он гасил любое ядро, и, собственно, ничего не менялось. Вот, поэтому вот и была построена, к 1706 году была построена такая вот земляная крепость, цитадель в форме ромба. Мы, наверное, увидим ее в рисунках. Ну, собственно, вот такая вот деревянно-земляная. То есть основание строили из деревянных клетей, а сверху уже насыпался над этими клетями вал. Собственно, у нас спрашивали много и часто люди, почему, зачем здесь деревянные сооружения внутри, когда сверху, ну, был земляной вал. Дело в том, что там и на месте этой хлебной площади, это она сейчас такая ровная, а раньше все-таки это был небольшой склон в сторону реки Самарки. И для того, чтобы вот этот вал земляной не сполз по склону, вот специально делали сначала такие деревянные клетья, которые набивали песком, вот, и потом уже сверху насыпаливал. То есть такое подобие фундамента. А что там было найдено? Вот посуды, личные вещи, какие-то вот, может быть, что-то можно отметить отдельно? Какие-то интересные вот находки личного характера? Ну, Лилия Сергеевна. Ну, вещей там было найдено очень много. Вот, это в основном посуда, вот, и позднее, там, начало 20 века, и 19 века, и 19 век, там, фаянсовые посуды. И глиняной посуды очень много, традиционной, вот, для русских поселений. Были найдены, вот, уже тут в сюжете упоминалось, глиняные трубки курительные, так называемые, турецкие, очень популярные в России в 19 веке. Вот. Но все эти находки, вот, большинство находок, они относятся к поздним слоям. То есть те слои, которые начали накапливаться уже после того, как крепость перестала функционировать. Все эти находки относятся к 19 и 20 векам. А, то есть сама крепость, она 17 века? Ну, она, самое начало 18, да. То есть это вот где-то она была построена между 1703 и 1706 годом. В 1703 был крупный пожар, в 1706 она уже точно существовала. Существовала. Вот. И вот к этому периоду у нас нет ни одной находки, которой мы могли бы сказать, да, это находка начала 18 века. Но крепость сама по себе тоже находка, наверное. Вот, да, да. Такая неплохая. Вот, да, это самая такая выдающаяся находка. А вот мелких каких-то бытовых предметов, то, что всегда привлекает внимание, нету. Ну, в принципе, это подчеркивает идею, что это оборонное сооружение, потому что на бытовых памятниках таких вещей куча. То есть мы, когда раскапывали, вот, например, сельское поселение, очень небольшое, шигонское, оно даже чуть пораньше, но тоже там 18 век. Вот. Там мы даже вот несколько монет находили, хотя это было бедное сельское поселение. Бедное настолько, что там люди вообще в землянках жили. Вот. И тем не менее, мы уже не говорим там о куче, вот, опять-таки, осколков посуды, там, гвозди, которые массово просто шли. А, извиняюсь, перебью, интересно, а есть такая, уже придумали, да, какие-нибудь там программисты или компьютерщики какую-то, да, 3D-программу, чтобы можно было из кусочка найденные, да, какие-то вот вещи? Ну, пока нет, пока мы вручную эти пазлами занимаемся. То есть вы вручную склеиваете вот эти кусочки. А как вы понимаете, что к чему? Ну, стоит посидеть месяц за такой работой и начнешь уже что-то понимать. Чашку соберем, да, склеим. Ну, в общем, да. Ну, конечно же, есть такие программы, сейчас уже разработаны по фрагментам. Ученые пытаются восстановить облик, там, того сосуда или какой-то вещи. Вот они, такие программы существуют, но не всегда они работают очень четко, да. Точно так же, как существуют программы по восстановлению лица на основе вот черепа человека. Но тоже два человека, два исследователя делают реконструкцию, и, ну, разница... Да, да, заметно. Разница заметна. Поэтому все равно у археолога самые главные инструменты – это руки, лопата, кисточка, совочек. И голова. Вот, и голова. Вот очень интересно, на самом деле, те, кто не бывал в археологических экспедициях, для нас очень сложно вот как бы понять саму процедуру, как это делается, откуда знают люди, да, в каком месте ткнуть лопату и где начать копать. То есть какие есть технологии, да, в поиске вот того или иного места, где нужно начать раскопки. И второй момент, вот это же достаточно хрупкие, да, наверное, вещи, то есть их же и сломать можно, если как-то неправильно, да, что-то где-то сделать. Насколько скурпулезен ваш труд? Потому что это же не просто вставил лопату, выкопал чего-то, да, там, то есть тут же все равно есть процедура и технология. Есть, да, существует специальная методика археологических раскопок, которая отрабатывалась даже не то что годами, а десятилетиями. То есть традиции вот этих вот научных исследований, они уходят в XIX век, вот, когда становилась эта наука, вот, и на протяжении XX века все это постепенно совершенствуется. Вот, но основа это по-прежнему, ну, как, наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. То есть все равно главный инструмент археолога остается лопата. Сейчас, конечно, есть технические более совершенные методы там, с помощью электромагнитных там способов пытаются прощупить, так сказать, землю. Вот, и какие-то другие способы, но первый, вот, все равно вот эту технику, поскольку она пока еще достаточно дорогостоящая, у нас в России она становится все дороже, вот, на Западе дешевле, у нас дороже. Вот, чтобы ее привезти, тоже вот в чистое поле не вывезешь на пустое место, то есть ее, ей пользуются тоже как вспомогательным инструментом, когда уже что-то найдено, и, например, надо определить границы поселения, да, уже стало понятно, что здесь жили, вот, и надо определить границы в пределах чего жили, где там какие-то, может быть, скопления материала, развали на сооружении. Вот, тогда вот привлекают уже, скажем так, современные методы исследования. Вот, а первый, самый первый этап, это археолог вооружается лопатой и идет смотреть, идет смотреть там, где происходит нарушение почвенного слоя. Берега рек, овраги, пашню, канавы, которые выкапывают при строительстве и так далее, то есть там, где можно провести наблюдение. Вот, это самый первый этап работы. Предлагаю продолжить нашу беседу, но при этом еще порадовать наших телезрителей. Вы предоставили фотографии с вашей работы, поэтому давайте у нас сейчас зрители будут смотреть фотографии ваших находок, а мы дальше продолжим. И вот как-то прокомментируем, наверное, да, что это такое, кто это. Ну, это реконструкция, это реконструкция по черепу человека с Барбашинского могильника. Очень интересный памятник на территории нашей Самары. И сейчас вот он начинал исследоваться тоже еще в начале 20 века, 1907-1908 годы, это вот первые годы исследования этого памятника. Сейчас там очень большую работу проводят сотрудники нашего историко-краеведческого музея. То есть это люди какого времени? Это 13-14 век, могильник мордовского населения, в основном мордовского. Вот, и вот эти вот реконструкции, это как раз сделаны по заказу сотрудников нашего краеведческого музея. То есть они опубликованы в книгах, вот мы, так сказать, предоставляем их широкому зрителю. Ну, это кошмар, а не фотография. Дело в том, что мы в 2014 году, когда выявили вот эти деревянные конструкции, и, ну, собственно, мы даже не знали, что с ними делать. Мы поняли, что этот комплекс нужно музеифицировать. И поняли это, ну, в общем-то, и городские власти, и областные. Вот, и что делать не знаем, уже и снег выпал. Вот, и приезжали к нам реставраторы из Казани, мы специально их просили приехать, и они сказали, что можно сохранить это все, засыпав речным песком. И вот мы засыпали, нам помогли администрации Самарского района, Харитонов Максим Николаевич договорился вот об этом песке. И вот засыпали, мы плакали, потому что мы только-только раскопали, зафиксировали, зачертили, зарисовали. Вот, и засыпали опять потом 20 камазов песка, чистого речного песка. А потом приходилось обратно выгребаться здесь. И мы теперь знаем, что нам опять придется эти 20 камазов руками, ведерочками все это вытаскивать. Это так выглядела, ну, Барбошина, Барбошина, на самом деле, как бы в литературе встречаются разные варианты названия этой поляны. Это раскопки уже на территории Иверского монастыря. Ну, хотя бандит-то был Барбоша. Значит, наверное, Барбошина поляна, да? А вот это место, это... Это на территории Иверского монастыря захоронение, то есть там существовало, функционировало где-то с 1500... Ой, господи, с 1956 года там начало функционировать кладбище. Вот, и в настоящее... к настоящему времени оно уже было разрушено, разрушены склепы. И там начиналась работа по строительству, по реконструкции вот Иверского комплекса. И мы проводили там археологические работы. Вот, в 2006-2008 годах, три года. Вот, хочется еще спросить у вас вот о чем. Вот многие люди мечтают, насмотревшись каких-нибудь фильмов, да, про вот как раз археологов, про то, как что-то там, какую-то, я не знаю, волшебные книги находят, еще там что-то. То есть, в принципе, для обывателя ваша профессия, она какая-то мистическая. То есть она как каким-то вот таким туманом мистики все-таки овеяна. Вот, приходилось ли когда-то находить, или, может быть, ваши коллеги, которых вы знаете, может быть, действительно находили какие-то вещи, связанные с какой-то вот мистикой, я не знаю, или с какими-то, ну, как, ну, не чернокнижник, но какая-то книга Омон Ра или что-то такое подобное. Это вообще, это миф? Или такое действительно может существовать, и такое можно что-то найти, вот, то, что нас относит вообще там к каким-то египетским мистификациям? Ну, мне кажется, это, наверное, сценаристы фильмов про Индиану Джонса, да, ввели такую вот новую статью, да, об археологах. Вот они вот постоянно там бегают за ожившими мумиями, да, или от них находят священные Грааль и прочее, прочее, конечно. Ну, наше, например, российское кино недалеко ушло, у нас джентльмены удачи нашли вот золотой шлем Александра Македонского. Вот так вот, если бы вы обратили внимание, мы-то обращали внимание, что снимали действительно на раскопках, но шлем нашли, ну, рядышком с раскопками, там какая-то ямочка, и вот просто вот так вот, ну, сделали такой вот макет раскопа, чтобы вот отрыть вот такую вот интересную вещь. Конечно, вот таких вот мистических находок, ну, я вот на своем веку не помню. Были очень интересные, очень яркие находки, иногда очень богатые, и иногда в историческом плане очень переворачивающие буквально наши представления о древней истории нашего региона или нашей страны. Вот, ну, с мистикой, наверное, как-то это все, это у дел фантастов, ну, и псевдоученых, которые вот придумывают какую-то новую историю, там, этих русариев, там, и прочих, ну, это уже другая история. Остается буквально минуточка до конца нашей программы. 13 сентября отмечается, да, впервые будет отмечаться День Самарской археологии. Где, каким образом, как люди могут с вами его отметить, прямо вот буквально 20 секунд вам? Ну, людям это очень просто, потому что мы решили идти к людям, вот, и попросили вписать нас в День города, то есть на набережной. Мы там будем, вот, и причем в то же время, когда там будут проходить вот основные мероприятия, посвященные там Дню города. То есть мы будем, в общем, потоки жизни, и в любом случае нас там найти будет просто. Посмотреть, пощупать, потрогать что-то можно будет? Ну, вещи оригинальные мы, конечно же, не возьмем, потому что там обеспечить их сохранность от утопия в такой ситуации. Там у нас будут изображения на баннерах и некоторые реплики вот сосудов. Но там можно будет пообщаться вот с людьми вживую, да? Прошу прощения, эфир заканчивается. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Обязательно будем отмечать День Самарской археологии 13 сентября на День города. До встречи. День Самарской археологии 13 сентября на День города.